Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, и вы смотрите YouTube канал Паратив, и сегодня мы будем играть в Forager. Forager это такая игра, кликер, да, вы не путайте, хотя она типа и похожа на Minecraft, но по сути это кликер. Ты здесь кликаешь, кликаешь, потом можно сделать, чтобы кликалось автоматически. И в общем-то, ты собираешь ресурсы, и суть в том, что в конце тебе нечего делать. То есть тут в принципе в игре, в отличие от Minecraft и других подобных там песочек, песочниц, то есть здесь не столько выживания, потому что умирая в Forager ты ничего не теряешь. И тут не столько это какой-то креатив, потому что по сути-то свободы в этой игре довольно-таки мало по сравнению с другими песочницами. То есть тебе по-любому нужно добывать ресурсы, по-любому нужно строить, причем строить нужно практически в одном и том же порядке постоянно. Но в общем-то, здесь задача получать ачивки, задача купить все земли, то есть тут можно покупать новые земли и на них строить. И задача типа решать головоломки и собственно секретки всякие разгадывать. В принципе довольно-таки оригинально. Оригинальная игра и на самом-то деле те, кто говорят, что от этого Forager какой-то плохой, наоборот он от этого хороший, потому что он не похож на другие песочницы. И это вот как бы ключевая фигня, что типа сделать такой же, как Terraria, Minecraft и все остальное, но при этом такой же только, казалось бы, внешне. То есть, казалось бы, тоже есть кирка, которой ты добываешь ресурсы, тоже есть крафт, тоже есть, короче, выживание, то есть нужно кушать, тоже есть здоровье. И на этом как бы сходство заканчивается, потому что сам геймплей сильно отличается. И также я в игре буду использовать свой билд по развитию технологий. Возможно, вы уже видели мое видео об этом билде. И я его протестировал в двух играх, ну точнее здесь я не тестировал, 16 часов наиграл. И я даже записывал эту игру, но потом решил, что как бы слепое прохождение это довольно-таки фигово. Потом я опять начал и 7 часов наиграл. И за эти 7 часов я все ключевые технологии изучил. И как бы, как вы видите, 194К монет за 7 часов, а здесь за 16 часов 8-7К монет. То есть прогресс налицо. Кроме того, мы, короче, здесь не все острова покупали. То есть это была сложная, типа такая штука. Но я опять же его записывал, но потом оказалось, что оно не записалось. То есть оно записывало только звук. А вместо экрана было белое. Ну скажите спасибо разработчику этой игры, то что ее нормально нельзя записывать при помощи Бандикама и других подобных штук. Тем не менее, то есть также это версия 2.04, как вы видите. Скоро выйдет новая версия, там будут новые дополнения. Но я все же решил в этой версии записать. Там, в общем-то, много чего добавится. Ну и мы будем записывать заново, получается. В третий раз. В третий раз. Я надеюсь, мне не сильно надоест. Будет такое же, как здесь, прохождение. Хотя в этом прохождении у нас были некоторые недостатки. Поэтому, собственно, я постараюсь их теперь устранить. То есть правильно расставить приоритеты, так сказать. Итак, начинаем. Сингл и классик выбираем. Почему? Спидран, я не знаю, чем он отличается от другого. Возможно, здесь какие-то баги не работают. Какие-то фичи, которые позволяют ускорить прохождение. Но самое главное, что этот разработчик, он, короче, в ачивки всякие добавляет вещи. Он добавляет новые режимы. И все это сразу видно, что он слушает игроков. То есть, если какой-то игрок начинает сингл и сланчеллендж придумал и начали этот сингл и сланчеллендж делать, то он сделал для этого специальный режим. То есть, немножко измененный. То есть, он послушал, он откликнулся. Спидран, ба-бах, он сделал, короче, режим спидрана. Чтобы спидранили эту игру. Значит, и как бы ачивки. То есть, многие всякие вещи, которые делали игроки. Странные, там, сложные и так далее. На них есть ачивки в этой игре. И тут даже есть такой предмет, уничтожитель, который, типа, очень сложно крафтится. Но он позволяет, например, упирать квестовые постройки. То есть, чтобы использовать землю под ними, под свои нужды. Это тоже довольно прикольно. Ну и давайте же начнем. Значит, ну и поначалу будет сложно. Я постараюсь без смертей сделать. Потому что в прошлый раз я, в принципе, один раз успел умереть. И, в принципе, от этого я решил еще быстрее, как бы, начать новую игру. Постараемся не умирать. И, в принципе, поначалу мы будем вот здесь вот такой вот фигней страдать всякой. Так, нужен камень для печек. В принципе, на самом-то деле... Ну да, у нас будет свой собственный билд технологий. Это тоже, как бы, важно. У нас здесь угля нигде нету. Так, вот это что здесь нету? Ничего нету. Поначалу игра, естественно, не очень интересная. Из-за того, что она вот такая вот. И мы довольно-таки долго будем именно в начале тут париться. Пока не изучим технологию, которую я, кстати, вот... Там, где 16 часов я играл, я тупо просто не изучил эту технологию. То есть, одна технология ускоряет прогресс в разы. То есть, тут дисбаланс с технологиями. Автоматизация. Ключевая технология, в принципе, в Фораджере, я считаю. Типа, ну, есть ещё рынок, конечно. Ну, блин... Чтобы покупать на рынке, нужно или банком много строить. А это довольно геморно, потому что для этого тоже нужны ресурсы. Или же это. Для начала построим печь. Так вот. Или банки строить, или же продавать что-то. А чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас ничего подобного нету. Зачастую. Так что, как вы понимаете, такие вот дела. Значит, кирпичи, они нам нужны, в принципе. Ну, давайте тогда, короче, это уголь произведём. А, и точно. Для фермы, ловушки для рыбы. Пригодятся. Поначалу у нас это ключевая технология. В принципе, вот в этом стандартном фореджере, тут, короче, ещё в каком-то смысле преимущество. В том, что пока у нас один остров, у нас там враги не спавнятся и так далее и тому подобное. Также у нас будет особая политика по покупке островов. То есть, мы купим только один остров. Вот промышленность у нас. Теперь можно зарабатывать опыт, уничтожая и строя печки. Это, знаете ли, прикольно. Так вот, типа, мы купим только один зелёный остров. Вот этот. А дальше пойдём, короче, сразу же в пустыню и так далее. То есть, для этого нам нужно будет, сидя на двух островах, накопить 400 монет, что довольно-таки сложно. Но игра этого не запрещает и это, как бы, особенность моего прохождения будет. Я уже так, естественно, делал. Это работает вполне себе. Да. Кстати, вот этот вот дождь и вообще погода были добавлены именно вот в 2.04 версии или где-то вот около того. То есть, недавно. В просто полной версии Фореджера этого не было. Также там ещё Карпентер был добавлен, ещё чего-то. Ну, в общем-то, это какой-то апдейт, я не помню какой. Адвенчер или как он там называется. В общем, ну вы поняли, калька с Майнкрафта, хотя, конечно же, это не Майнкрафт. И, в общем-то, спешить расширяться нам некуда. Особо. Так, особо нам дерево нужно. Так, нам нужно железо, так ведь? Давайте-ка мы произведём 5 железа. Так, рога. Так, ну пока что рыба нам очень даже пригодится. Хотя рыбные ловушки, они, ну, скажем так, я их недолюбливаю. Песок, ужас какой-то. Так, давайте-ка ещё попробуем ловушки для рыбы. Так, ещё сможем их построить или нет? Ну, нам как бы пока что любые ресурсы нужны, и тем более опыт. Значит, тут самое основное, конечно, проблема в вот этих вот вещах. Кожу открываем, швейные мастерские. Ну, те, кто видел видео, уже понимают. Видео по оптимальному развитию технологии. Реально, просто без автоматизации вообще здесь ничего нельзя делать в этом Фореджере. Поэтому автоматизация это вся игра. 6 из 7. Удивительно. Естественно, эти... Вот мы никак вначале не можем обойтись без, например, рыбных вот этих ловушек. Мы не можем обойтись без печки. Не можем как-то по-другому развиваться. И то есть, в принципе, можно взять там, короче, чтобы быстрее экспансию проводить. Взять технологию экономика и, как бы, там 40 монет. Но, откровенно говоря, это, как бы... Нам здесь некуда спешить, поэтому это глупо брать экономику вначале. Значит, кирпичи, по идее, нам еще нужны. В общем-то, пока что тупо занимаемся вот этим всем. У тебя нет сил. Окей. Так, тут ничего еще не готово. Так, ну, хорошо, что у нас хотя бы есть еда. Будем пока что впроговать сидеть. Но я не рискну прямо сейчас, типа, делать. Делать новую ловушку для рыбы. Вот, видите, а что бы мы делали без ловушек для рыбы? Мы бы голодали и умирали. Вот, что бы мы делали. Вот в этом-то и вся проблема. Фориджера. Что... Ты обязан именно так развиваться, и никак иначе. Будешь развиваться по-другому, игра тебя накажет. Говно какое-то, короче. Так, побыстрее рыбку. И рыбку съесть, как говорится, и еще чего-нибудь сделать. Так. Так, так, так. И, значит, промышленность. У нас есть железный вот этот кузница. И на кузнице, в принципе. Но мы ничего не можем сделать, в принципе, даже на кузнице. Тут еще и как-то все получается, что у нас лимиты на все. То есть, очень сильно зарегулирована игра. По крайней мере, пока что. И то есть, тут как бы у нас сценарий есть один. И это не очень круто. Не люблю сценарий. Люблю, когда все как бы... Все зависит от человека. Вот слизи нам негде достать. Пока у нас нету 30 монет. И нету второй земли. То не будет никакой слизи. Значит, ферма. Ладно. Пора, думаю. Проживем как-нибудь до следующего урожая. Так. Осторожней. Ну, давайте прокачиваться. Срочно надо это делать. Значит, текстиль. И вот тут мы открываем целых три крутых технологии. Это мастерство, торговля и ювелирное дело. В принципе, все они крутые. Но ювелирное дело с ним можно подождать будет. Все-таки важнее добывать быстрее ресурсы автоматически, чем все остальные вещи. Так, апельсинки. Мы делили апельсин. Так. Так. Значит, что еще? Ага, вот. Уголь. Швейная мастерская. Вот опять же ж. Хлопка нам не дают. Хлопа где? Он, по идее, должен быть. Так. Раз. Два. Ну, хотя бы еды немножко дается. Так. Может быть, еще одну ловушечку сделаем. Так. Если у нас для этого ресурсы нет. Восемь надо. Кстати, тут еще пофиксили аутари. То есть, их переустанавливать нельзя теперь. Ну, то есть, ты это можешь делать, но от этого тебе легче не станет. Так скажем, подсказочка. Они будут становиться дороже. То есть, один аутарь ты такой разрушаешь. И он все равно становится дороже, когда ты соберешься его заново установить. Поэтому, собственно, если мы уже будем где-то аутарь ставить, нужно очень хорошо думать, где его ставить. Ну, и они, как бы, получается, перезаряжаются теперь однозначно по 40 минут. А значит, они не такие уж илпшные, как раньше были. И это такая себе эндгейм технология. Поэтому мы к ней стремиться не будем. И это я выяснил как раз в прошлом прохождении. Так. Значит. Бамс. И, значит, бамс, бамс, бамс. Так, нам, по-моему, нужно 8 для новой ловушки. А вот и наши 8, так сказать. Так. Вот, попах и все. И у нас уже дофига этих ловушек. Причем на довольно ранней игре. Так. Бамс. Вот эти вот ямки, кстати, так и хочется ее расковырять. Но, увы, мы должны ждать. Потом мы будем изучать технологию, позволивающую расковыривать ямки. И вообще копать землю. Однако это не первой важности технология. Потому что без маяков эти ямки, ну, будет у нас много песка. Мы пока что не имеем ни торговли толковой, чтобы продавать этот песок за денежки. Ничего. Итак. А вот и рыбка. Вот, видите? А что бы мы без этого делали? А ничего бы не делали. Потому что... Потому что без ловушек здесь нельзя в начале игры. И это единственный способ, понимаете? В этой игре не хватает вариантов. Где тут какая-то ферма с самого начала? Где что? То есть, фактически, все альтернативные способы, которые, казалось бы, должны быть альтернативными в самом начале, мы открываем потом. У нас тут даже слизни не спаунятся на первом острове. Пока мы сидим. И не покупали ничего. Мне кажется, вот в этом вся проблема игры. В этом ее большая проблема. Естественно, мы вынуждены сюда идти, потому что здесь автоматизация. Автоматизация, это значит, что мы будем просто стоять и нифига не делать. А ради нифига не делания, я готов на все. Я, собственно, в жизни этим занимаюсь. Я готов в жизни на все. Мне не нужны миллионы. Мне не нужно ничего. Мне нужен только покой. И доступ к интернету. И все. Поэтому эта игра похожа, как бы, на мою жизнь. То есть здесь тоже, типа, мы все делаем, чтобы получить нифига не делание. И в жизни, кстати, богачиша незачем богатство свое зарабатывать, чтобы потом нифига не делать и на острове сидеть. Ну, нормальный, по крайней мере. Тот, кому всегда не хватает, это какой-то больной богач. Вот Билл Гейт заработал себе богатство и пошел, короче, к африканским детям в Африку поехал. Там это, развлекаться, не знаю, что он там с ними делает. Помогает, как-то говорят. И, в общем-то, и как бы... А бизнес его как был, так и есть. И как бы... Ничего плохого не делает. Это такое, пока что, можно терпеть, как вы понимаете. Но если деньги служат только себе, то это как-то не очень здорово. Не очень здорово, а не очень здорово. Кстати, заметьте это. Потому что есть же разное. Ну, так, 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 рыбка. В общем, до того, как мы откроем второй остров, нам, в принципе, противопоказано что-то вообще здесь делать. Ну, потому что мы... Слизни здесь не спавнятся, ничего здесь не спавнится. Кстати, а может быть и можно. Давайте-ка мы попробуем мост построить и отдалиться от острова. До того, как мы вот так вот ушли с острова. Здесь могут заспавниться слизни, по идее. Но, как вы видите, нет пока что. Напишите, если знаете, то есть могут ли здесь заспавниться слизни, если у вас всего лишь один остров. В ту сторону мы все равно расширяться не будем, поэтому нам не важно, что там находится. Вообще, то, что ресурсы спавнятся прямо на глазах, это как-то... Как-то, мне кажется, нехорошо. Так, нам нужно уже сталь делать и, в принципе... А, у нас дерева мало, кстати. Так, ягодки. Ну, теперь нам нужно больше дерева. Значит, золото. Так, а сами сюда уйдем. Ну, нет. Не спавнятся слизни. Хотя, по идее, должны были бы. Они вроде бы даже на виду могут у всех спавниться. Наконец-то дерево. Вот, дождь пошел. Я не понял, на что этот дождь влияет, по-моему, ни на что. Типа... И то же самое, как и ночь. Меня смущает, что в этой игре ночь... Зачем она нужна? Типа, что мы недалеко видим. Разве что для этого. А зачем нам недалеко видеть? То есть, особые монстры... А, по-моему, спавнятся особые суперскелеты, короче, в некоторых биомах. Ночью именно. Но, в общем-то, это мало что меняет, конечно. Автосейл произошел. В принципе, это, наверное, прикольно. Значит... Так. Что там, гром еще? Во. Так. Ну, что ж. Я бы, наверное, еще построил одну печку где-нибудь здесь. Ну, или попытался заспавнить... О, смотрите, молния вот эта. Слизней бы попытался заспавнить, может быть. Но, походу, они не спавняются никак вообще. Не хотят они этого. Зато светлячки спавнятся. Значит, сталь... Так. Ну... Чем раньше мы стали произведем много, тем лучше. И чем больше мы ее произведем, тем лучше. Так, вот очередной уровень. И, наконец-то, на шестом уровне мы открываем автоматизацию. И теперь нам пригодится сталь и пригодятся кирпичи, чтобы избавить себя от кучи работы. Вот это вот все мы будем делать не сами. То есть, мы не будем это сами делать. За нас это будут делать машины. Ура, товарищи. То есть, этот остров будет полностью... Вот. Так, так. А вот дроны, кстати, они еще могут собирать с ловушек с этих. Ну да, до дрона нам, конечно, далеко еще. Но в будущем, конечно, у нас и дроны будут. Значит, в чем прикол. Вот тот вот режим, один остров, насколько я помню, там, короче, это. Там не только нельзя покупать новые земли. Но там, короче, еще нельзя мостики строить и так далее. То есть, засыпать, скорее всего, землю нельзя. И это очень плохо, потому что суть же лишь одного острова, в чем был прикол. Чтобы, типа, потом искусственно расширять этот остров. А так как мы этого не можем делать, то какой смысл в одном острове? То есть, суть в том, чтобы было как в Скайблоке. То есть, в Майнкрафт Скайблоке в чем прикол самый? В чем суть его? Почему он такой популярный? Потому что другой геймплей. То есть, твоя задача из ничего получить благополучие. То есть, как в капиталистических странах развиты. То есть, где люди, как бы, чисто труд и знания конвертируют в какие-то продукты. Не имея большого количества ресурсов при этом. То есть, от ресурсов их благополучие не зависит. От ресурсов страны. Так что, мне Скайблок как бы нравится. Он такой мазохистский очень. Но нет, не то, чтобы я совсем мазохистским был. Но, тем не менее, в этом что-то есть. Так, наконец-то золото. То есть, теперь мы просто копим, копим ресурсы. А что, если нам разрушить кузницу? Нам же здесь ничего пока что не нужно. Да, нам ничего не нужно. А потом построим опять. Вот у нас есть кирпичи, слитки. Можем ли мы произвести... Вот это давайте произведем. К тому же, она все равно место занимает. Так. Да, видите, можно наводя на предметы. Не обязательно бегать. Можно наводить и получать эти самые предметы. Данным способом. Значит. И теперь, значит... Итак, мы продолжаем. Я там отвлекался. Ну и как продолжаем? В принципе, сейчас до... До первого нашего жезла. И все. И продолжение закончится. Так, вопрос. Нам нужно построить вот эту штуку. И мы уже ее можем построить. И на этом, собственно, заканчиваем серию. Ну или вот так, или вот так. Не знаю даже. Все. Больше нам бегать особо не нужно. Ну, кроме вот в таких местах. Зараза, оно спаунится. Ненавижу. Казалось бы, я поставил специально, чтобы от вас избавиться. А нет. Ну и в общем-то, на этом мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok